Радио 54 Это труд, да, он такой же, как любой другой труд, но тут только больше времени нужно, и здесь нужно быть фанатиком, потому что это очень сложная работа. Как работа, ради денег туда идти вообще никак нельзя. Плюс ты же не просто диджей, ты же и продюсер, и музыкант. Да, именно вот продюсирование музыки, оно как раз именно для обслуживания моих диджейских потребностей, потому что если быть просто диджеем, то это как хобби. Просто как хобби меня это не устраивало, потому что я очень слишком сильно, так сказать, залип на эту тему. А чтобы это было как-то серьезно, то нужно писать музыку, писать, продюсировать, ну, играть так же, как диджей, конечно, но при этом иметь еще свои работы. Свой материал. Да, выпущенные на хороших лейблах, там, поддержанные хорошими артистами, ну, стремиться к этому. А ты выпускаешься, между прочим, на хороших лейблах? Да, периодически, да. Не скромничай, в Америке, Великобритании, вот. Да, ну, сейчас, допустим, и в России тоже очень много хороших лейблов, и я бы даже сказал одинаково, сейчас это все уравнялось и Россия, и Европа, и Америка, и даже в Европе и Америке есть такое понятие, как русский хаос. Тот дип хаос, который мы слышим постоянно, это его придумали русские из всяких европейских, американских звучаний. Они отняли все лишнее и сделали только то, что нужно. И на всех танцполах Америки, Европы, русский хаос сейчас просто на первых местах. Серьезно, русских продюсеров сейчас, диджеев очень уважают. А твои треки попадали в чарты зарубежные? Релиз, два раза, два релиза у меня попадало в топ-100 битпорта, это самый известный электронный магазин по продаже музыки, вот, и там тоже есть свои топы треков, релизов, и два раза у меня недельку продержался там между десятым и пятидесятым местом. Ну, популярность трека, конечно, в тех же соцсетях подскакивает резко. В части написания треков с вокалистом, в последнее время... Это очень сложно, надо найти голос нужный, да? Да, 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 вот это вот самая сложность, вот это самая сложность. И второе, для меня вокал не важен в треках, для меня вокал это как инструмент, просто дополнительный инструмент, и я даже за то, чтобы не было много фраз. Парочка фраз, но прикольных цепляющих, ну все, и вообще по практике это очень даже клаберов на танцполах, большинство тоже не нравится, когда там надпевки, они грузят, вот эти все вокальчики, они грузят, вот, и поэтому я стараюсь именно поменьше вокала, и намного проще там купить сэмпл пак на том же битпорте, и использовать его, тебе там хватит на много треков, вот, и вполне твои потребности это удовлетворит. Это часто встречающаяся, у людей ночная работа, там диджей, не диджей, вот, поэтому здесь все ночные графики, они одинаково у всех. Но вы не чувствуете себя на вечеринке при этом, нет? Вам не весело, не наслаждаетесь? Ну, это тоже моменты работы, есть такое понятие, как держать режим определенный. Ну, допустим, для себя я вот решил, что просыпаться часов не раньше часа, 12 часа, это самое нормальное, потому что ты и днем дела успеваешь сделать, когда тебе, и которая требует от тебя бодрости в дневное время, и по выходным ты в клубах не засыпаешь. Вот, если буквально график у меня бывает так сдвигается, что часов в 10 уже засыпаешь, и в 7-6 без будильника просыпаешься, уже начинаешь работать. Вот, то в таких моментах, наступает когда пятница, и ты понимаешь часов в 7, что ты не готовить и не играть музыку, а тебе хочется просто посидеть дома. Плюс работа в студии ведь еще. Да, и поспать. Ну, работа в студии, я стараюсь разделять студийная работа, клубная работа, пятница, суббота, воскресенье это клубная работа, понедельник, вторник, среда, четверг студийная работа, ну, понедельник стараюсь отдыхать. Твой дом, твоя область. Новосибирск, 106,2 FM.